Телеканал КРТ представляет Вероятно, именно этот старый советский плакат 9 июля вспомнил экс-президент Украины Видимо, не доработали либеральные структуры дедушки Сороса А может, просто проклятое тоталитарное прошлое никак не отпускает Как говорится, смените методичку, а то ведь палитесь, господа Здравствуйте, дорогие друзья В эфире Международная панорама, с вами Данил Богатырев и мы начинаем Не болтай у телефона, болтун, находка для шпиона Вероятно, именно этот старый советский плакат 9 июля вспомнил экс-президент Украины Петр Порошенко Узнав об очередной порции его телефонных переговоров, опубликованных народным депутатом Андреем Деркачем На сей раз, помимо уже отметившегося в компрометирующих разговорах с бывшим главой Украины Кандидата на пост президента США Джо Байдена Неугомонный депутат предоставил запись разговора Порошенко с президентом России Владимиром Путиным Последняя произвела в украинском информационном пространстве настоящий фурор Ведь в ходе разговора со своим российским коллегой Поборник армии, мовы и веры не только поздравлял его с коммунистическим праздником Днем солидарности трудящихся Но и отметил со словесными рукопожатиями, а также не возражал против объятий И все это ни много ни мало спустя 4 месяца после эпопеи с выходом украинских войск Из дебальцевского котла и потери ВСУ этого стратегически важного транспортного узла на Донбассе Далее приводим отрывок из разговора Порошенко Еще раз благодарю вас Поздравляю с наступающим международным днем солидарности трудящихся В России изменили это название или нет? Старое оставили? Путин Да хрен его знает Порошенко Ясно Мы с вами люди трудящиеся, поэтому может и к солидарности придем Завершилась беседа президентов и вовсе так, как будто это был разговор двух старых университетских друзей Созвонившихся впервые за долгое время Цитирую Порошенко Хорошо, Владимир Владимирович, жму руку, спасибо большое Путин Обнимаю, до свидания, давайте И Порошенко тогда таки дал Стране угля по схеме Роттердам плюс По которой уголь с Донбасса и РФ получал такую наценку, как будто его сначала продавали на голландском хабе, а потом довезли до Украины через всю Европу Платил за это, разумеется, украинский потребитель Что же касается переговоров с Путиным, особое возмущение у жителей Украины вызвал даже не сам факт того, что они имели место А то, что вся риторика Петра Алексеевичем резко контрастировалась с тем, что экс-президент Украины говорил на публику Что же касается переговоров с Путиным, особое возмущение у жителей Украины вызвал даже не сам факт того, что они имели место А то, что вся риторика Петра Алексеевича в разговоре с Владимиром Владимировичем резко контрастировалась с тем, что экс-президент Украины говорил на публику С трибун различных госучреждений и международных организаций, со сцен на митингах и экранах телевизоров он с придыханием выкрикивал слова «Остаточный прощавай!» И цитировал в строке Лермонтова о прощании с немытой Россией А за кулисами публичной политики сжал руку и говорил спасибо большое В ради его люди под националистические речи и улюлюканье принимали законы о декоммунизации А в разговоре с Путиным Седовлас и Гетьман, как называют Порошенко его сторонники, поздравлял темнейшего с советским праздником Разумеется, на сторонников украинского экс-президента пленки впечатления не произвели Среди множества воплей о том, что записи «Кремлевский фейк» и «Вообще вы все варете» Выделялись и те, кто оправдывал действия Порошенко заботой о национальных интересах Да-да, вы не ослышались В глазах идейных националистов, которыми пытаются представить себя сторонники Седовласова Гетьмана Любое его слово истинно, а любой поступок на благо нации Порой складывается впечатление, что если бы экс-президент, выйдя на сцену, стал смачно плевать в своих фанатов Они бы начали собирать его слюну и прикладывать к больным местам Воистину, не сотвори себе кумира Впрочем, рукопожатие и обнимашки с Путиным далеко не самое важное в опубликованных Андреем Деркачом свежих записях телефонных разговоров Порошенко Гораздо более интересные вещи содержатся в беседе экс-президента с Джо Байденом, на тот момент занимавшим пост вице-президента США По словам Деркача, этот разговор состоялся 19 августа 2016 года и касался инцидента с задержанием в Крыму граждан, которых в РФ назвали членами украинских диверсионно-террористических групп Приводим фрагмент разговора Байден, моя команда проинформировала меня со всеми подробностями относительно событий, которые имели место с 7 по 8 августа 2016 года Эти действия оставили президента и меня очень обеспокоенными Как вы знаете, мы вмешались один раз до того, как это случилось, когда узнали, что генеральный штаб принимает определенные меры Поэтому мы дали понять, что не поддерживаем этого Вы сделали шаг назад, но на следующий день это случилось Я скажу очень откровенно, он не в восторге от этого Начальник вашей военной разведки получил четкий сигнал от нас несколько недель назад Относительно нашего категорического неприятия запланированной диверсионной операции против военных объектов на территории России Затем Байден добавил, что увеличение цены оккупации для России должно происходить исключительно за счет политико-дипломатических усилий А не военных и диверсионно-подрывных операций В ответ на это Порошенко оправдывался в духе провинившегося школьника Цитата Это случилось, когда я был с визитом в Юго-Восточной Азии Мы приняли важные меры, которые делают невозможным возникновение подобной ситуации в будущем Единственной причиной того, что мы не освобождаем с занимаемой должности начальника главного управления разведки Минобороны Украины Является то, что мне не нравится идея делать это прямо сейчас, ибо любой сможет толковать это как признание ответственности Таким образом, в опубликованных пленках Байден отчитывает Порошенко за диверсионные действия, не согласованные с американской стороной В свою очередь, экс-президент Украины косвенно подтверждает, что такие действия могли иметь место При этом заявляя, что они не были согласованы с ним, то есть с верховным главнокомандующим И могли быть инициативой руководства военной разведки Из этого следует ряд весьма важных и неутешительных выводов, как для американских демократов, выдвинувших Байдена кандидатом в президенты, так и для Петра Порошенко Во-первых, несмотря на увещевание американской стороны, украинское руководство в 2016 году предпринимало шаги, которые могли вызвать эскалацию вооруженного противостояния Причем не только на Донбассе Если бы это случилось, штаты и их партнеры по НАТО оказались бы в крайне неудобном положении Украина изо всех сил просила бы их о помощи, но предоставить эту помощь они бы не смогли, опасаясь прямой военной конфронтации с РФ В то же время был риск саботажа со стороны отдельных европейских государств, которые могли открыто заявить о том, что санкции усиливать уже некуда Из-за непоправимого вреда для экономики этих стран Итог такого сценария – нарушение видимости евроатлантического единства и падение имиджа США среди их союзников Во-вторых, Порошенко то ли намеренно проигнорировал американское требование не устраивать диверсии, то ли просто не смог проконтролировать своих подчиненных в этом вопросе Оба варианта дезавуируют имидж экс-президента не только как надежного партнера, но даже как надежного вассала Эти записи покажут многим на Западе, что на Порошенко нельзя положиться ни в чем Дальше может последовать отказ от тех гарантий безопасности, которые предоставила ему демократическая часть американского эстеблишмента Если это произойдет, перспектива приговора Порошенко к реальному тюремному сроку перестанет казаться столь фантастической, как кажется сегодня Говоря о цели и времени публикации Андреем Деркачом очередных записей телефонных разговоров Порошенко, можно заключить, что основным в них был американский, а не украинский контекст Будучи лоббистом интересов администрации Дональда Трампа и лично его адвоката Рудольфа Джулиани, Деркач методично реализовывает план по дискредитации кандидатов в президенты от демократов Джо Байдена На прошлой неделе основной темой такой дискредитации стала неспособность Байдена держать под контролем своего ставленника в Украине Именно так содержание пленок выглядит в США А уже на этой Рудольф Джулиани выдал на гора новую серию информационного сериала о коррупции Байдена в Украине На сей раз о выводе из страны 5,3 миллиардов долларов По версии Джулиани, деньги выводили люди Байдена, находившиеся в тесном сговоре с людьми Порошенко Полагаем, сериал с пленками Порошенко Байдена будет продолжаться еще несколько месяцев За это время нам предстоит узнать еще много интересного Так что запасаемся попкорном Подробнее о содержаниях скандальных аудиозаписей мы поговорим с политтехнологом Светланой Кушнир Здравствуйте, Светлана Добрый день Какое впечатление на вас произвели эти пленки и что бы вы выделили в них в качестве главного? Ну, во-первых, это сериал, это не просто единичный случай Во-вторых, надо понимать, что главным потребителем конечного этого продукта информационного является не украинский зритель, не украинский избиратель, а американцы Потому что на самом деле они более привязывают ситуацию Байден, незаконное влияние на руководство украинского государства И выборы, которые сейчас активная фаза избирательной кампании, которая сейчас идет в Соединенных Штатах Америки Ни на избирателей Порошенко и поддерживающих партию Европейская Солидарность, ни на избирателей, поддерживающих правящую партию Слуги Народа и Владимира Зеленского Это особо не повлияло, это просто еще раз дополнительно такой, знаете, штришок Я убедился в том, что я уже знал, я знал, что так и есть, вот просто это вот, теперь это опубликовали, мы услышали Кстати, это была хорошая возможность, информационный повод для партии Европейская Солидарность, для Порошенко, чтобы показать, что на него идут гонения, что рука Кремля, что все это сфальсифицировано, сфабриковано, не верьте ничему Ну, он использует любой повод, это понятно, но все же мы знаем, что Андрей Деркач является последовательным лоббистом интересов Рудольфа Джулиани и, в общем-то, предвыборного штаба Дональда Трампа Раньше он публиковал пленки с Байденом, но вот сейчас в пленках впервые появился разговор Порошенко с Путиным Зачем он это сделал? Ведь он же работает против Байдена, а не против Порошенко Я вам скажу, за тем, чтобы немножко оживить уже ушедшую на фоне коронавируса, на фоне тотального сейчас роста безработицы в Соединенных Штатах Америки На фоне борьбы за будущее президентства оживить тему Рашигейта относительно того, что влияние русских, так или иначе, оно было и на выборы в США И вот смотрите, как русские влияют И причем со стороны демократов Да, 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 как раз вот да, вот такой четкий, такой жирный мазок, вот смотрите еще раз Есть ли реальные перспективы расследования этих пленок и тех фактов, которые были там озвучены? Вот знаете, меня, что впечатлило больше всего в них, это все-таки факт с диверсантами в Крыму Такая интересная история Смотрите, ситуация в юридическом разрезе выглядит таким образом Если пленки, вернее записи, не были санкционированы следственной группой, не были подтверждены решением суди, который дает разрешение на съем такой информации В суде, как факты, как аргументы, как некие улики, свидетельства, они не принимаются И это не то, что мы не хотим или хотим Так написан закон, так вот в кодексе административно-процессуальном записано То есть мы об этом можем говорить, мы можем говорить о политической ответственности, о каких-то последствиях морального или этического характера Но никаких юридических последствий Эти пленки, которые Деркач регулярно выпускает Да, кстати, вопрос тоже интересный, а кто ему это все принес? Ну не сам, что он сходил с диктофоном и записывал Кроме всего прочего, аутентичность этих записей нужно доказать Спасибо вам за беседу, Светлана До новых встреч Едва ли не крупнейшей новостью прошлой недели Стал возврат Собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети Случилось это 10 июля, когда президент Турции Реджеп Таип Эрдоган подписал соответствующий указ Как сообщило турецкое информационное агентство Анадову Государственный совет Турции в пятницу отменил решение правительства страны От 24 ноября 1934 года о статусе музея Айя Софии Обоснование этого решения было крайне необычным Оно отсылает нас ко временам турецкого султана Мехмета II и его завещанию Дело в том, что при жизни прославленного турецкого правителя, который в 1453 году со своей армией взял Константинополь Собор Святой Софии числился в его личной собственности Перед смертью султан передал право владения Софией исламскому религиозному фонду Если искать подходящую аналогию в наших широтах Это очень напоминает завещание крупными землевладельцами своих земель, монастырям Или предписание построить на завещанной земле храм Согласно предписанию султана, Айя София передавалась фонду как мечеть И именно в таком качестве она должна была использоваться Вот что пишет по этому поводу известный журнал National Geographic В 2005 году группа граждан обратилась к Государственному совету Турции Высшему административному органу страны Утверждая, что историческое здание изначально принадлежало фонду Учрежденному султаном Мехметом II Османским лидером, который завоевал Константинополь в 1453 году Сегодня Государственный совет согласился с авторами петиции Заключив, что первоначальный документ Мехмета II определил здание как мечеть И любое другое его использование будет незаконным Таким образом, имеем любопытный прецедент, когда в 2020 году Судьбу одного из выдающихся объектов мирового культурного наследия Решают на основании документа, изданного султаном Который почил в Бозе, или вернее сказать в Аллахе, в 1446 году Если бы правительства других стран руководствовались различными средневековыми правовыми актами Боюсь, в Европе до сих пор сжигали бы ведьм на кострах Однако, разумеется, нежелание восстановить историческую справедливость И исполнить завещание Мехмета II Стало причиной судьбоносного для Святой Софии решения Эрдогана В основе современной внешней политики турецкого лидера лежит нео-османизм В своих речах и внешнеполитической активности Эрдоган стремится наследовать Османскую империю Турция методично принимает участие в различных конфликтах в Восточном и Южном Средиземноморье Таких, как гражданские войны в Сирии и Ливии Кроме того, на словах турецкий президент всячески поддерживает мусульман Палестины И даже уйгоров-суннитов, населяющих Синьцзя-Нюйгорский автономный район на западе Китая Заявления в поддержку мусульман, звучащие из уст Эрдогана Не ограничиваются так называемым исламским миром Так, в 2018 году, когда власти Австрии решили закрыть семь мечетей на территории страны И высвать за ее пределы несколько десятков имамов, пропагандировавших политический ислам и радикализм Турецкие власти назвали это, цитата Расистской и дискриминационной политикой, направленной против ислама с целью обособить мусульманское общество в своих политических интересах Столь резкая реакция Анкары неудивительна Ведь все 40 неблагонадежных имамов являлись членами базирующейся в Кельне Ассоциации турецких исламских культурных объединений в Европе АТИБ Вышеописанный пример демонстрирует, что Турция времен правления Эрдогана Проводит активную политику культурной экспансии ислама В том числе и в странах Европы Данный подход, как и расширение военного присутствия в странах Ближнего Востока и Северной Африки Перекликается с османским периодом Дело в том, что турецкие султаны имели статус халифов То есть защитников веры и верховных мусульманских правителей Вероятно, именно на этот статус, пусть и в рамках умеренных течений суннизма Сегодня претендует Эрдоган А вот что писала о нео-османской политике турецкого лидера газета Financial Times в январе текущего года Цитата Турецкая активность на Ближнем Востоке и в Северной Африке возросла после начала арабских восстаний, которые потрасли регион в 2011 году Ставя на то, что новый исламистский порядок находится на подъеме Турция направила поддержку группам повстанцев, сражающимся с президентом Башаром Асадом в Сирии И поддержала лидера египетских мусульман Мухаммеда Мурси Анкара надеялась, что интервенции помогут восстановить ее влияние в осколках бывшей Османской империи В других точках региона Анкара поддержала Доху в споре монархии Персидского залива Когда Абу-Даби и Арияд возглавили региональное эмбарго против Катара Отправила военные корабли, чтобы заблокировать добычу газа в Восточном Средиземноморье европейскими нефтяными компаниями И бросила вызов пожеланиям союзников по НАТО, купив системы ПВО у Москвы Как видим, нео-османский курс в современной внешней политике Турции действительно не пустой звук А раз так, то и превращение Собора Святой Софии в мечеть выглядит для Эрдогана вполне логичным шагом Турецкие информационные агентства прямо пишут о том, что Айя София веками считается символом завоевания столицы Византийской империи и торжества ислама над христианством Учитывая этот символизм, неудивительно, что Эрдоган не обращает внимания на заявления мировой христианской общественности Напомним, за последние несколько недель свою обеспокоенность передачей Софии мусульманам выразили в греческой, румынской, русской и грузинской православных церквях Кроме того, 11 июля глава Всемирного Совета Церквей Иоанн Саук направил письмо президенту Турции с просьбой пересмотреть принятое решение о лишении Собора Святой Софии статуса музея Но что Эрдогану эти увещевания, если превращение Софии в мечеть проводит прямую параллель между ним и великими турецкими правителями прошлого Противопоставляя нынешнюю Турцию политическому детищу убежденного республиканца и сторонника светского государства Мустафы Кемали Ататюрка Который в 1934 году и подписал указ о музейном статусе Софии Кстати, высшие офицеры турецких вооруженных сил, которые в 2016 году пытались организовать военный переворот против Эрдогана По своим убеждениям были именно кемалистами Так что для нынешней Турции борьба с их светской идеологией Это не только война с призраками прошлого, но и битва за образ будущего А более подробно эту тему мы обсудим с Ильей Кусой, политологом-международником и экспертом по Ближнему Востоку Здравствуйте, Илья! Привет! Ну, вы, наверное, наслышаны и знаете, конечно же, о событиях, произошедших на прошлой неделе Святая София снова стала мечетью Вот какие события этому предшествовали? Как менялась политика Турции на протяжении последнего десятилетия? Потому что я знаю, что там с 2008 года были поползновения по переводу ее в статус мечети И какие, возможно, региональные события на это повлияли? Ну, на самом деле, дискуссии о том, чтобы вернуть храму-музею статус действующей мечети Они шли еще с 60-х, 70-х годов Они всегда присутствовали Эта дискуссия всегда так незримо Вот там где-то была, люди ее поднимали Особенно, ну, конечно, больше всех поднимали консервативные слои населения То есть верующие мусульмане Но я скажу, что в последние десятилетия эту тему поднимали Начали поднимать не только консерваторы Условный электорат Эрдогана, назовем это так А и оппозиция тоже Кемалисты тоже поднимали эту тему И даже были предвыборные обещания Что если их там выберут, то они тоже подумают над тем, чтобы сделать из нее мечеть Эта дискуссия, ну, как бы, понятно, она длится достаточно долго Поэтому, в принципе, то, что сделал Эрдоган Эрдоган просто стал тем, кто это сделал Ну, для него это было важно Потому что, во-первых, он же хочет войти в историю Вот, пожалуйста А теперь он же входит в историю Вот, как Ататюрк Ататюрк в свое время В 34-м году Сделал из мечети храм До этого она была Музей все-таки Музей, да, извиняюсь До этого, собственно, Собор Святой Софии был мечетью Ну, с 15-го века С самого завоевания Константинополя Собор был мечетью До 1934-го года Когда Мустафа Кемаль В рамках своей политики секуляризации Сделал из нее музей И, собственно, Эрдоган Вот, у него же такая очень навязчивая идея Войти в историю Как Мустафа Кемаль Вот, тоже быть таким великим реформатором И плюс, понятно, что его политика Строится в том числе на демонтаже Ну, как минимум, части наследия Мустафы Кемаля Он не отвергает кемалийское наследие Но, по его мнению, вот, мол, нужно привнести что-то свое Свое — это такой микс Такого исламизма с национализмом И вот этим, ну, то есть Это такой микс разных идеологий Которые вот он набрасывает на свою внутреннюю политику И, собственно, возвращение Айя Софии статуса мечети Это такой вот символический шаг Символический маневр Который закрепляет вот эту всю его политику Вот такой, да, мощный Ну, то есть, по сути, это, ну, реально Медийное и символическое событие То есть, ну, какого-то там практического Больших кардинальных изменений для Смитурца Оно там особо нести не будет Тем более, что те же молитвы, там, намазы Мусульмане и так совершали Ну, не в храме, а перед ним Ну, это традиционно в Стамбуле То есть, там рядом они там, ну, молились То есть, это вопрос не... То есть, теперь они просто будут это делать внутри Как это было когда-то раньше Единственную проблему Проблема, которая возникла в связи с этим То, что я, по крайней мере, отмечаю Потому что я там читал заявления ЮНЕСКО Они делали, заявления других стран Кроме Греции Потому что у Греции там Свои проблемы с Турцией Гораздо более глубинные Связанные с историческими конфликтами С территориальными претензиями У всех остальных Ну, Айя София, в общем Вызвала такое раздражение С точки зрения, мол Не проконсультировались То есть, у ЮНЕСКО, например Главная претензия Они не выступают против этого Они просто говорят, что Вот, почему вы приняли такое решение Не сообщив нам об этом Потому что вы обязаны Согласно конвенции 1972 года Об охране памятников То есть, надо сообщать о том Если меняется статус объекта Который входит в список Всемирного наследия Все Реально вся претензия Ну, другие страны Такие, как Соединенные Штаты Которые просто используют Этот вопрос Для политических целей Потому что Ну, у Дональда Трампа Часть его электората Это евангельские христиане Для которых это очень важный вопрос Вот этот вот Такой, да Символическая битва Между исламом и христианством И вот это же христианский храм И как так Ну, в общем, тут духовные скрепы играют И он на них тоже Ну, просто решил Эту тему поэксплуатировать Поэтому были заявления и Помпео И там администрации Трампа За которыми, конечно, практически ничего не стоит То есть никаких там Они ничего Я не думаю, что это приведет к чему-то Это просто вот будет Это будет отыгрываться С точки зрения выборов Вот, в принципе, и все на самом деле Вот вы сказали, что политика Эрдогана В том числе и в отношении религии Это такая сборная солянка Различных идеологических, политических течений Но на Западе И да, и у нас, в принципе, бытует такое мнение Что Эрдоган Последовательный нео-османист Вот поясню эту точку зрения В общем-то, турецкое присутствие В Северной Африке, в Ливии На Ближнем Востоке, в Сирии Попытки защиты мусульман Палестины Даже уйгуров в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе Это, в общем-то, отсылки к той политике Османской империи Султаны которой считались халифами То есть защитниками мусульманской веры Вы так не считаете? Речь идет о том, чтобы вернуть свое влияние В своих бывших колониях То есть на своей периферии Это там Северная Сирия, Северный Ирак Крым, соседние Балканские государства И, ну, конечно, войти на различные кризисные площадки Такие как Ливия, там, да, то есть Ливийский конфликт Кипр, там, Восточное Средиземноморье Чтобы повысить свою значимость Чтобы усилить свое региональное влияние То есть, по сути, все это сводится к одному К превращению Турции в региональную супердержаву Ну, или убеждение всех вокруг в том, что Турция теперь региональная супердержава С которой нужно считаться Все это связано, на мой взгляд, больше Не только с желаниями Эрдогана самого И с его амбициями Которые, несомненно, играют здесь Ну, наверное, ну, из важных Очень, ну, очень важный фактор Без него этого бы всего не было Но и с тем, что С ослаблением штатов На Ближнем Востоке Соединенные Штаты в последнее время Особенно, ну, вот После прихода Дональда Трампа С его вот этой непонятной квази-изоляционистской риторикой То там, то они остаются, то они уходят Ну, в общем, у них абсолютно неопределенная позиция По многим вопросам По Ближнему Востоку особенно Они сейчас теряют влияние Теряют влияние как из-за объективных причин Они уже не могут тянуть на себе финансово Вот, ну, всю эту инфраструктуру Которую они выстроили в годы Холодной войны Так, из-за субъективных причин Это вот определенные идеологические моменты Трампа и его команды И, соответственно, с ослаблением влияния Штатов на Ближнем Востоке Создается вакуум влияния Которые надо заполнять Ну, если, условно говоря, мы готовимся К некоему постамериканскому порядку То есть, где США не будут мировым полицейским Главным Ну, то есть, они останутся Но, как Трамп сказал Мы не хотим больше нести ответственность За другие конфликты, за другие страны Нам это неинтересно Мы будем защищать только свои национальные интересы Вот, если прямо они задеваются Ну, в общем, Соединенные Штаты Станут одной из великих держав Но перестанут быть супердержавой Да, да, они не могут и не хотят Вот, действительно, не хотят Причем, тут, как бы, парадоксально Но желание тут Дональда Трампа Ну, если это его искреннее желание И значительная часть американской общественности Сходится Потому что американская общественность Например, сегодня выступает резко Против любых новых войн Или участия США в каких-то новых Вот, и Дональд Трамп сам тоже Ну, по крайней мере, в публичной риторике Говорит, что он не будет Вступать ни в какие новые конфликты Соответственно, этот вакуум влияния Заполняется другими государствами А у нас еще наблюдается В международных отношениях Рост регионализма Когда региональные игроки поднимаются И пытаются вот как-то Вот войти в эту систему Перебрать на себя часть функций американцев Ну, регионального полицейского, как минимум И Турция здесь является одним из игроков То есть, сейчас на Ближнем Востоке Вот, как бы, борются между собой Это Турция, Саудовская Аравия Объединенные Арабские Эмираты Я бы еще назвал Катар Но Катар после вот этой истории С конфликтом С другими аравийскими монархиями Он хоть и себя чувствует неплохо Но сильно ослаб Спасибо вам за беседу, Илья Вам спасибо Ну, а в Польше на минувшей неделе Выбирали президента Во втором туре схлестнулись Действующий президент Представитель консервативной партии Право и справедливость Анджей Дуда И кандидат от оппозиционной партии Гражданская платформа Рафаут Шасковский В понедельник было объявлено Что после подсчета 100% голосов Победу на выборах Одержал Анджей Дуда Его поддержали 51,03 избирателей В то время как за Рафаут Шасковского Отдали голоса 48,97 поляков Как видим, перевес вышел совсем небольшим В некоторых странах Не будем показывать пальцем Победа на выборах одного из кандидатов С таким маленьким отрывом Неминуемо вызвала бы попытку Переиграть результат За счет уличных выступлений Но это явно не о Польше Которую некоторые аналитики Иронично называют Любимой женой США в Европе Стабильность в столь важной С геостратегической точки зрения Стране поддерживается Всеми внутренними и внешними силами Несмотря на то, что для Польши Прошедшая президентская гонка Выдалась довольно жаркой Различия между подходами кандидатов К внутренней политике и экономике Были минимальны Впрочем, нельзя сказать того же О внешней политике По данному вопросу Дуда и Часковский Придерживались разных И даже конкурирующих между собой Точек зрения Первый всячески позиционировал Польшу Как форпост американской политики в Европе Приглашая в свою страну Американских военных И даже выражая готовность платить За размещение американских баз Дуда стремился повысить Польское влияние внутри Евросоюза И сделать Варшаву При поддержке из Вашингтона Одним из его центров силы Противостоящим Старой Европе В лице Парижа и Берлина Консервативная и клерикальная Идеология партии Право и справедливость Как нельзя лучше согласуется С аналогичными взглядами Действующего президента США Дональда Трампа Последний, кстати, демонстративно Принял Анжио Дуду В Вашингтоне в конце июня И заявил о намерении Перебросить в Польшу 9,5 тысяч американских военных Из Германии Таким образом Трамп засвидетельствовал Свою поддержку польскому лидеру Однако Свои внешнеполитические покровители Были и у Часковского Будучи сторонником Переориентации Польской внешней политики С Вашингтона на Брюссель Он всячески старался Заручиться поддержкой Либерально настроенного электората Исходя из этих ценностных установок Главный оппозиционный кандидат Поддерживал связи С брюссельской бюрократией И даже проводил Телефонный разговор С экс-президентом США От демократической партии Бараком Обамой В ходе предвыборной кампании Иными словами В минувшее воскресенье В Польше Либерализм столкнулся С консерватизмом А евроориентированность С американо-ориентированностью На уровне риторики И агитации Среди простых поляков Эта дихотомия Часто сводилась К упрощенной формулировке Вроде Вы за католиков Или за геев И хотя Польша Вошла в семью европейских народов Еще в 2004 году При такой постановке вопроса Перед ее населением Выбор в пользу католиков Очевиден Видимо не доработали Либеральные структуры Дедушки Сороса А может просто Проклятое тоталитарное Прошлое Никак не отпускает Так или иначе Получатели Американских грантов Смело могут запрашивать Дополнительные суммы На пропаганду ЛГБТ-идей в стране Ну а пока победил Анджей Дуда Польские обозреватели С иронией обсуждают Публикации О прошедших выборах В иностранной Либеральной прессе Вот например Что пишет журналист Йенджей Белецки В газете Жечь Посполита Цитата Сообщения мировых СМИ В понедельник Рисуют картину страны Измученной призраками Которые Запад Давно отрицает Или по крайней мере Которым никто там Не апеллирует На уровне Официальных Правительственных Заявлений Зарубежные корреспонденты Указывают Что для мобилизации Своего электората Президент Анджей Дуда Не только дал Дополнительные обещания Социальных субсидий Но прежде всего Нагнал на избирателей Страх Прежде всего Перед цивилизационными Изменениями Отправной точкой Которых Станут равные Права Для однополых пар По данным Мировых СМИ Политическая программа Президента Должна привести К дальнейшему Ужесточению Отношений с Брюсселем Потому что После судов И государственного Телевидения В списке учреждений Которые могут Потерять свою независимость Появятся частные СМИ Как видим В Польше Хорошо осведомлены О той истерии Которая царит В западных Либеральных СМИ По итогам выборов Тем не менее Сами польские Журналисты Говорят о том Что победу Анжея Дуде Принесло Отнюдь Непресловутое Запугивание Так Обозреватель Михаил Куланко В своей статье Под названием Что принесло Президенту Дуде Победу Пишет следующее Цитата Компания президента Анжея Дуде Выполнила Стратегические Установки Которые заключались В мобилизации Избирателей Не только Сторонников Права и справедливости На референдум О пятилетнем Правлении Объединенных правых Поддержка Премьер-министра Муравецкого Который В общей сложности Посетил Более ста уездов По всей Польше Оказалось Важной В этом отношении Сотрудники Штаба Выбрали Для визитов Места Где президент Дуда Имел Самые большие Электоральные резервы Муравецкий В своих выступлениях Подчеркивал Достижения Пятилетнего Периода А также Рассказывал Об инвестициях Как способе Пробудить Экономику В общем Вопреки Либеральным Завываниям Поляки Голосовали Не из страха И не от Непонимания Современных Культурных Трендов Просто Выбирали Того Кто Предложил Им Более Реалистичную Программу Выхода Из кризиса Что Выглядит Вполне Логично В условиях Пандемии Коронавируса Разобраться В этой теме Нам поможет Политова К эксперт Украинского Института Политики Валентин Гайдай Здравствуйте Валентин Здравствуйте Даниил Какие ваши впечатления От избирательной Компании Прошедших Выборов В Польше И от их Результатов Сейчас По сути Польша Выбирала Между Скажем так Американским Сапогом Но с Католическим Традиционализмом И с Гейским Флагом Объединенной Европы То есть Между Дудой Который Собственно Себе Скажем так Украинскому Особли Это Первый Выбор И Между Шаковским Который Скажем так Является Символом Либеральной Европы Дело В том Что Почему Я заметил Что Собственно Анжей Дуда Победил С такими Большими Скажем так В такой большой Борьбе Происходила Собственно В жесткой Конкуренции В жесткой Конкуренции Потому что Собственно По сути Европейские Политики Вытягивали Шаковского И Как мы Видим По результатам Второго Тура Чуть Его Не Вытянули В президенты Но Тут Наверное Сыграла Поддержка Дуды Трампом Потому что Я хочу Напомнить Что Перед Первым Туром Что В принципе Довольно Редкое Явление Для Дипломатии Для Политики Анжей Дуда Совершил Визит В США Это В условиях На секундочку Пандемии Коронавируса И Внутренних Протестов В Штатах То есть Как бы Обычно В таких Условиях Не проходят Встречи Но Тем не менее Трамп Его радужно Принял Дуду Официально Они говорили О технологиях 5G Понятное дело О Газовой Независимости Польши И Об американских Военных Конечно Это все официально А вот Неофициально Самая главная часть Это конечно же Была Военная Это Размещение В Польше Более 9 тысяч Американских Военных Которые Передислоцируются Из Германии Вот Создание Того самого Пресловутого Форта Трамп В Польше Я уже Много раз Говорил В том числе И вам Уважаемый Данил Что У американцев Всегда Да и у западников Было Такое Отдельное Мнение О Польше О ее роли В геополитике Геополитических Играх С Россией Польша Тоже Занимает Ключевое Место И собственно Этот визит Дуды В США 24 июня Он был Конечно Показательный И декларативный Потому что Действительно Можно говорить По сути Что Трамп Дал такой Неофициальный Карт-бланш Дуде На второй срок Или как Знаете Может быть Ярлык На княжение Но Шаковский Тоже не оставал От Дуды Состоялся Его телефонный Разговор Примерно В то же время С Бараком Обамой То есть Мы можем Говорить О таком Знаете О разных Ставках Американских И европейских Элит На того И иного Кандидата То есть Более Такие Консервативные Силы В Европе И в частности В Штатах Поставили на Дуду А либеральные Как я уже говорил Они вытягивали Тшаковского Но так Так и не вытянули Конечно Там Против Дуды Был ряд Компроматов И колких вопросов Обвинения В Ксенофобии В национализме Но Если честно И Тшаковского Тоже топили Потому что Вот его На одном из ток-шоу Спросили о том Почему он назвал Участников Парада за независимость Польши Который проходит 11 ноября Каждого года Неофашистами Он сказал Что его исказили Слова Он имел ввиду Не то А Дуды Наоборот Он разыгрывал Такую Скажем так Антитолерантную Карту Вот Если вы помните Его Изречение На тему ЛГБТ Что ЛГБТ Хуже чем Коммунисты Что ЛГБТ Парам Надо запретить Усыновлять детей Вот Даже Я вам по-моему Как-то уже Рассказывал Про такой Неформальный Лозунг Польских прав Прав и справедливости Собственно Который Поддерживал Анжа Дуду Это Не Исламско Не лаицко Великопольско Католицко То есть Не светское И не исламское А польшо-католическое И второй Лозунг Не Тенчова Не червона Великопольско Народова Тенча Это радуга То есть Это тот символ Который использует ЛГБТ То есть По сути Дуда сыграл На таких Консервативных Настроениях Поляков Мы знаем Наверное Все ведущие Роли Католичества В Польше Поэтому Именно благодаря Этому И он и победил То есть На фоне Такой Знаете Либеральной Европы На фоне Вот этих Всех Скандалов С Мигрантами Их Погромами С либеральными Ценностями Которые в Польше Неприемлемы Все-таки Он и перевесил Пусть Хотя бы В 1 Процент В полтора Процента Но перевесил Не могу Не задать Вопрос О будущем Польско-украинских Отношений В контексте Прошедших Выборов Насколько мы Понимаем Раз Президент Не поменялся То и отношения Вероятно Будут развиваться В каком-то Инерционном Ключе Или же Есть какие-то Факты Которые позволяют Утверждать Обратное Да Вы совершенно Правы То есть В принципе Гуманитарная Политика Не поменяется Тем более Что не стоит Забывать Что за ухудшение Отношений Между Киевом И Варшавой Тоже несет ответственность Не только сама Варшава Но и Киев Это При Порошенко Начали переписывать Историю Делать акцент На УНУПА Что безусловно Раздражает поляков Конечно Поляки тоже Внесли Свою лепту И они Поссорились Не только С украинцами Но и Вы помните Этот закон Про Недопущение Скажем так Критики поляков За участие В Холокосте Тогда Вы помните Был скандал С Нетаньяку Премьер-министр Израиль Тогда были Непонятки С Вашингтоном Поэтому Тут тоже Есть вопросы И к полякам Самим За переписывание Истории Но поскольку Киев Уже даже При Зеленском Никаких особых Ревизий Историю Не делает То Я думаю Отношения Киева И Варшавы На таком Уровне Политическом Дипломатическом Они Останутся Довольно Сложными И Натянутыми Хотя Давайте Не обольщаться Я думаю Что если бы Победил Шаковский То Тоже Какого-то Большого Прогресса Не было бы В отношениях Киева И Варшавы Потому что У поляков Есть четкая Позиция Что Бандеровцы Это Палачи Польского народа Была годовщина Волынской резни Недавно Поляки Ее вспоминали Поэтому Для них Это очень Болезненная Тема И В любом Случа Они ее Будут Продуцировать Возможно Если бы Победил Кандидат От Платформы Обывательской Тошаковский То Возможно Это не было бы Так рьяно Как Придудя Делался акцент На Преступлениях Ун-Упа Например На Таких Акцентах Общей истории Болезненной Но Тем не менее Все равно Диалог Киева И Варшавы Будет Довольно Сложный Хотя Скажем так Торговые связи Экономические Они будут Развиваться Плюс Поляки Они очень нуждаются В наших Зарабичанах Это факт Потому что Вот когда Наши Зарабичане Возвращались В связи С пандемией Домой На Самообсервацию Или Скажем так Просто На карантин Пересидеть То По сути Строительный рынок Польши Обвалился Потому что Он держался В основном На наших Зарабичанах Поэтому Скажем так То что касается Политического Диалога Он будет Тормозиться И Будет Оставаться На довольно Низком Уровне Экономика И Скажем так Торговля Она будет Развиваться В завершение Задам вопрос О политическом Диалоге Между Польшей И Евросоюзом Мы все знаем Что в последнее Время Их отношения Были далеко Не радужными В Европе То и дело Критикуют Польшу То за судебную Реформу То за Выборы Аборты Да То за аборты То еще за что-то Вот что Мы будем Наблюдать дальше На этом направлении Данил Извините А можно Уточнее Вы сказали Не радужными Это в каком плане Не радужными Во всех смыслах Я думаю Хорошо я вас понял Смотрите Я же почему И говорил Что европейцы Они вытягивали Шаковского За уши Элиты Берлина Парижа Почему я С самого начала Сказал Что это была Самая Скажем так Скандальная компания Потому что Ну Обычно Все в Польше Проходит тихо Мирно И спокойно Выбирают президента Или Сейм Вот в октябре Прошлого года Я был на выборах Сейма Все было довольно спокойно Да Была здоровая конкуренция Но не более того А сейчас Поляки Впервые Пожалуй Столкнулись С такими Украинскими реалиями Когда есть Активная борьба В социальных сетях Когда есть Скажем так Заказуха И чернуха Да Вот Очернить Опорочить Товольного Кандидата Найти Какие-то Изъяны Найти Скажем так Какой-то Компромат Вот в выражениях Дуды против ЛГБТ Или Шаковского Против участников Парада Независимости Что они Неофашисты Да То есть Понятно Что играли Теперь Совсем Новые Технологии Которых В Польше Раньше И не Было И Понятно Что Брюсселе Очень Наверное Сожалеют Они об этом Конечно Не говорят Но они Сожалеют О том Что не Победил Шаковский Поэтому Отношения Варшавы И Брюсселя Они будут Довольно Натянуты В следующие Пять лет Конечно Это не говорит О том Что Польша Выйдет Из ЕС Это даже На повестке Дня Не обсуждается Она будет В ЕС Понятно Тем более Что она там Играет Довольно Не последнюю роль Ну Во всяком Случа Хотя бы Декларативно Вот Значит Ну Конечно Найти общий язык Берлина Парижа И Брюсселя С Варшавой Будет сложно По вопросам Мигрантам По вопросам Вот Скажем так Такой Гендерной политики Которая активно Сейчас продвигается В Западной Европе По тем моментам Что вы сказали По вопросам Реформирования Конституционного суда Вопросам Абортов Вопрос Вопрос О роли Церкви Потому что Как бы Сейчас В Западной Европе Такие знаете Есть тенденции По антилирикализму Скажем так В Польше Наоборот Все таки Церковь становится Такой Неформальной Четвертой властью А может быть Даже и второй власть Смотря как посмотреть Но В целом Я думаю Что отношения Брюсселя И Варшавы Можно будет Оценить По 10 балльной шкале На уровне 6-7 баллов То есть Это и не провал Но это конечно же И не идеальные отношения Но Вспомните Даниил Таких знаете Нерадивых сыновей У Брюсселя полно Это и Венгрия Например Которая там тоже Есть бойкот С мигрантами Это частично Там И Италия И Греция Например То есть Как бы Проблемы Хлопот У Евросоюза хватает И без Польши Если проводить Аналогию Евросоюза С сыновьями То получится Так что Некоторые Сыновья Бунтуют Некоторые Просто пьют Гуляют И наживают Долги И тому подобное Некоторые Вообще Заболели И находятся Чуть ли не При смерти А некоторые Улетают За океан Общаются Там с Дядей Сэмом Потом прилетают И получают Карт-бланш На дальнейшую политику Действительно Да Спасибо вам Валентин И вам спасибо Неспокойной На этой неделе Выглядела Политическая Обстановка На Балканах 7 июля В столице Сербии Белграде Начались Массовые Акции Протеста И беспорядки Формальным Поводом Для них Послужило Недовольство Отдельных Категорий Граждан Введением Комендантского Часа Из-за Обострения Ситуации С коронавирусом В первую же ночь Протестов Их участники Предприняли Попытку Штурма Парламента Завязав Столкновение С силами Правопорядка Демонстранты Выламывали Тротуарную Плитку И брусчатку И бросали Их в полицейских Также было Сломано Ограждение Скупщины То есть Парламента Подожжены И перевернуты Как минимум Шесть Больших Мусорных Баков В результате Беспорядков Ночь На прошлый Четверг В Белграде Пострадали 36 человек Включая 19 полицейских Наряду С отменой Решения Введения Комендантского Часа Участники Протестов Требовали Предоставления Правдивой Статистики Заболеваемости Коронавирусом В стране И критиковали Политику Президента Александра Вучича Забегая Наперед Отметим Что именно Последнее Обстоятельство Является Ключом К пониманию Причин Идущих В Сербии Протестов На следующий День После первой Ночи Протестов В сербской Прессе Стали появляться Сообщения Об их Координации Иностранными Гражданами 9 июля Сербское Издание Алло Сообщило Что среди Демонстрантов В Белграде Были замечены Сотрудники Одной из Крупнейших В мире Частных Военных Компаний Американской Блэк Уотер Как пишет Издание Цитирую В акциях Протестов В Белграде Помимо Правых Студентов И движения Один из Пяти Миллионов Приняли Участие Граждане Сербии Бывшие Бойцы Частной Военной Компании Блэк Уотер Которые Участвовали В войне В Украине Против Русских Восточных Регионах Этой Страны Отметим Что сейчас Компания Носившая Имя Блэк Уотер Называется Акэдами Вероятно Речь идет О ее Вышеупомянутого Издания В ходе Массовых Беспорядков В Белграде Были задержаны Двое Граждан Израиля Пытавшихся Устраивать Горящие Баррикады И препятствовать Действиям Правоохранителей Учитывая Вышеизложенное Неудивительно Что министр Обороны Сербии Александр Вуллин Назвал Беспорядки Попыткой Насильственного Захвата Власти И разжигания Гражданской Войны А президент Александр Вучич Заявил Что в организации Акций Участвовали Иностранные Спецслужбы Заявления Высших Должностных Лиц Сербии Которые На первый взгляд Можно счесть Конспирологическими На деле Имеют Довольно Серьезное Обоснование Совсем Недавно 21 июня В стране Прошли Парламентские Выборы На которых Правящая Сербская Прогрессивная Партия Во главе С действующим Президентом Александром Вучичем Одержала Убедительную Победу Ряд оппозиционных Партий Заблаговременно Призвали К бойкоту Волеизъявления Заявляя о том Что в условиях Карантина Власти смогут Сфальсифицировать Его результаты Еще 14 июня Издание Евроньюз Писало следующее Цитата Неправительственная Организация Freedom House Со штаб-квартирой В Вашингтоне Перестала Классифицировать Сербию Как частично Консолидированную Демократию Чтобы исправить Ситуацию Местная оппозиция Требует Чтобы в стране Было сформировано Правительство Технократов Которые бы И занялись Подготовкой К новым выборам Как мы понимаем К бойкоту выборов Назначению Оппозиционного Правительства Ведь мы же Не сомневаемся Что именно это Имелось ввиду Под определением Технократы И проведению Волеизъявления В другие сроки Призывала Именно Прозападная Оппозиция Та самая Которая Вполне лояльно Относится К идее признания Косова Как государства Что категорически Не приемлют Нынешние власти Сербии Теперь для Окончательного Прояснения Картины Осталось добавить Всего пару Штрихов Первое По инициативе Американской стороны На 27 июня Были запланированы Переговоры В Белом доме Между президентом Сербии Александром Вучичем И премьером Косово Авдулахом Хоти Выступать В качестве Посредника А на деле Давить на Вучича В вопросе Признания Косова На них Должен был Сам Дональд Трамп Однако 25 июня Переговоры Были отменены По инициативе Албанской стороны Второе 4 июля Президент Сербии Александр Вучич Заявил Что Цитата Если албанцы В продолжении Диалога Придут Чтобы говорить О взаимном Признании То лучше Им было бы И не приходить Вполне Однозначная Позиция Свидетельствующая О том Что сербский Президент Не намерен Идти на Вступки В вопросе Признания Косова Третье Через три дня После этих Заявлений Вучича В Белграде Разгорается Майдан Собранный Активистами Тех самых сил Которые Ранее Призывали К бойкоту Выборов По-моему Картина Вырисовывается Весьма Однозначная Желая Вынудить Президента Сербии Только что Подтвердившего Поддержку Избирателей В ходе Парламентских Выборов Пойти На уступки В вопросе Признания Косова Американцы И коллективный Запад Раскачивают Ситуацию В стране Под благовидным Лозунгом Нет комендантскому Часу Кстати Как пишут Мировые Информационные Агентства По состоянию На 12 июля На пятый День протеста Этот лозунг Благополучно Сменился Требованием Отставки Вучича Как говорится Смените Методичку А то ведь Палитесь Господа Тем временем В Соединенных Штатах Где продолжается Предвыборная Компания Неделя Трэша И угара Популярных Исполнителей И лоббистов Легализации Конопли Сменилась Неделей Шокирующих Разоблачений Бывшие Сотрудники Администрации Трампа Словно По команде Принялись Срывать Покровы С его Возмутительных Планов По сдаче Национальных Интересов Трэнд Задал Бывший Советник Трампа По нацбезопасности Джон Болтон 9 июля Заявивший Что его Бывший Шеф Готов Приказать Сократить Или даже Вывести Американские Войска Из Южной Кореи И Японии Если эти Страны Не станут Платить За их Размещение Больше Чем они Платят Сейчас По словам Болтона Цитирую В отличие От всех Прежних Американских Президентов Трамп Действительно Может Принять Решение О выводе Войск Его Требования О повышении Платы Следует Воспринимать Более Серьезно По мнению Экс-советника По нацбезопасности Трамп С большей Вероятностью Может Отдать Приказ О выводе Американских Войск Не из Японии А из Южной Кореи С которой Сейчас Идут Очень Трудные Переговоры Об увеличении Взноса Сеула За их Размещение Посыл Болтона Понятен Он апеллирует К той части Американского Электората Которая Настроена Экспансионистски И выступает За продолжение Военного Присутствия США В разных Точках Земного Шара В качестве Дополнительной Страшилки Здесь Выступает Перспектива Оставить Союзников Из Южной Кореи На произвол Судьбы При наличии Агрессивного Северного Соседа С ядерными Боеголовками Похоже Подобные Страшилки Действуют Только на Таких же Ястребов Как и Сам Болтон А о том Что Америка Никогда Не бросает Союзников Это он Пусть Расскажет Потомкам Южных Вьетнамцев Которых США Кинули В 1973 Вообще Стоит Отметить Что на Протяжении Последних Недель Верный Республиканский Ястреб Джон Болтон Сознательно Или нет Льет воду На мельницу Демократов Его книга Кабинет В котором Это произошло Появившаяся В свободном Доступе В конце Июня Явно Имеет Целью Обличить Главу Американского Государства Добавив К этому Свежие Заявления О якобы Готовности Трампа Вывести Войска Из Южной Кореи Не покидает Ощущение Того Что либо Болтону Хорошо платят За подобные Разоблачения Либо он Что же касается Реакции Президента США На заявление Болтона 22 июня Он рассказал Что люди Видели в его Советнике По безопасности Сумасшедшего И это помогало Договариваться О хороших сделках То есть Трамп видел В Болтоне Ни много Ни мало Плохого Полицейского Которым Можно припугнуть Партнеров Для заключения Соглашения На более выгодных Для США Условиях Нелестная Оценка Для старого Ястреба С хроническим Мессианским Комплексом Неудивительно Что Болтон Принялся Активно Гадить Бывшему Шефу Однако В этом Увлекательном Деле Он не одинок 13 июля Бывший Исполняющий Обязанности Секретаря По национальной Безопасности Эллен Дьюк Заявила Что в начале Своего Президентского Срока Трамп Размышлял Над тем Чтобы продать Управляемый Соединенными Штатами Остров Пуэрто-Рико Или сдать Его в аренду На несколько Лет Как пишет Ссылаясь на нее The New York Times Цитата Вы знаете Что первоначальные Идеи президента Были скорее Идеями бизнесмена Можем ли мы Передать электричество На аутсорсинг Можем ли мы Продать остров Вы знаете Или избавиться От этого актива По словам Дьюк Идея о продаже Пуэрто-Рико Посещали Трампа После урагана Мария Который привел К сильным разрушениям На острове Как и в случае С откровениями Болтона Этот срыв Покровов Направлен на создание Действующему президенту США Имиджа торговца Родиной И ее союзниками Однако Вряд ли Бывшим сотрудникам Белого дома Удастся это сделать Дело в том Что ядерный электорат Трампа Это идейные Изоляционисты Они с пониманием Относятся к призывам Перевести военных Вассалов Америки На самоокупаемость И вывести Американские войска Из далеких стран О которых Большинство из них Не знают ничего Кроме того Что там жарко И постоянно идет война Немногочисленных сторонников Американской экспансии Такие разоблачения Наверное Смогли бы убедить Но они и так Ни при каких обстоятельствах Не проголосуют за Трампа Да и большинству Избирателей Демократов На Японию Скорее Откровенно говоря Плевать Им бы страховку Бесплатную До стопроцентную Квоту для черных На всех руководящих Должностях А воевать За интересы Родины На дальних рубежах Они тоже Не горят желанием На этом Время нашей передачи Подошло к концу С вами была Международная панорама И ее ведущий Данил Богатырев До новых встреч Субтитры подогнал «Симон»